Здравствуйте, дорогие КАКУ-37! В силу каких обстоятельств вы не смогли выйти, но у нас с вами была новая лекция, курс сопротивления материалов, лекция номер один. У нас с вами каждую неделю будет лекция, 18 лекций в этом семестре, будет выполняться 2 РГР. И по этим РГР у нас с вами надо выполнить задание и получить текущие оценки. Первый РГР – это расчет растяжения и сжатия, второй – расчет балок на изгиб. Первый РГР надо будет сдать к 10-й неделе, второй – к 16-й неделе надо будет сдать. В первом РГР у вас 3, давайте будет 2 задачи, там с преподавателем практических занятий договоримся. И во втором РГР у нас с вами будет 4 задачки. Они достаточно объемные и требуют немножко внимания. Поэтому, как и все предметы, наряду со всеми предметами, курс сопротивления материалов также необходим, как один из тех курсов, который вас составляет как специалистов, строителей. Поэтому давайте сначала запишем литературу. Литература такая – курс сопротивления материалов. И фамилия автора у нас с вами – это Смирнов Александр Федорович. Смирнов Александр Федорович. Вот он. Так, кто-нибудь выходит принять? Смирнов Александр Федорович. Книга старая, но она очень классическая. Мой предмет сам по себе классический. Литература 300. И он развивается до сих пор. И имеет важное значение при строительстве любой конструкции. Вот давайте заглянем, что же мы с вами… Окружающий нас мир мы прежде всего воспринимаем как мир материальный. В нем все находится в непределенном движении. Именно это свойство материи было главным предметом изучения теоретической механики. В учебном курсе сопротивления материалов речь пойдет о другом фундаментальном свойстве нашего мира. О том, что практически все материальные объекты являются конструкциями и что основные их свойства определяются в значительной мере свойствами материалов, из которых они изготовлены. Конструкции проходят через всю нашу жизнь. И любой образованный человек не может, не должен позволить себе ничего не знать о них. Итак, окружающий нас мир – это мир конструкции. Мы живем, работаем, отдыхаем, перемещаемся. Они защищают нас и делают нашу жизнь комфортной. Они очень разнообразны по форме и назначению. Мы пользуемся ими для самых разных стран. Значительная часть каждого поколения людей конструкции проектируют, создают, эксплуатируют, ремонтируют, украшают, утилизируют и так далее. Люди всегда стремились создавать не только функционально полноценные конструкции. Но и красивые. Весьма в этом преуспели. Есть конструкции, которые восхищаются не только красотой, но и дежностью, запасами, но и воплощением. Такие предъявления становятся символами своего времени и международных поколений. У конструкции есть интересные конструкции. Но одновременно частью истории развития человеческой цивилизации непрочно связанных с их. Окружающий нас мир мы прежде всего воспринимаем как мир материальный. В нем все находится в непределенном движении. Именно это свойство направлено в механике. Все сопротивление материала является другим фундаментальным свойствам нашего мира. О том, что практически все материальные объекты являются конструкциями. И что основные их свойства определяются значительными видами, свойствами материала, из которых они изготовлены. В конструкции, проходящей всю нашу жизнь, любой образованный человек не может, не дружим, позволяя себе ничего не знать о них. С видеться все более погружается в искусственный мир конструкции, открываясь от природы все отношения. А природа, в принципе, внутренний ищий творец конструкции. По разнообразию искусственных конструкций, человек еще очень отстает от творения природы. Мир живых конструкций, подвисающий в однообразии, и удивительно точно приспособлен к конкретным условиям жизни. Удивительно, но и мы сами, и только потом, биологические объекты. Перед тем, как мы вступимся в новый мир знаний, полезно попробуемся с неожиданным, суждением инженера о том, что дальнюю свою теорию развития живой природы можно определить как процесс, в котором лучшие конструкции поедают менее хорошие. То есть более приспособленные к внешним условиям конструкции побеждает, вытесняет их жизни менее приспособлено. Хирург обращается с больным как с конструкцией, имея специальный инструмент, почти так же, как для деловской старин, ремонтирующий автомобиль. По этой причине врач-хирург должен знать сэкромат почти на уровне инженера. Теперь медицина это понимает. У каждого из нас многие годы предшествующей жизни сформировали определенные практические знания о свойствах конструкции, в окружении которых мы находимся. Знания эти конечные с различной глубиной и качеством у каждого появляются помимо нашей боли с первых шагов, с первых игрушек в детстве. Мир при этом главным образом познается путем групп и ошибок. Мы буквально ежесекундно, сознательно или нет, имеем дело с механическими свойствами окружающих нас конструкций. Когда мы делаем это неграмотно, мы набиваем шифты, получаем травмы или что-нибудь похожее. Последствия иногда, к сожалению, непоправимы. Если эта изгородь, сделав без учета, что на ней кто-нибудь будет сидеть, то последствия могут быть самые неприятные. Хорошей школой является совместный взрослых и детей отдых на природе. Здесь всегда полно неожиданностей и смещенностей. Конструкции природы или созданные на человека могут проявить себя совершенно удивительным образом и для многих дать новые знания. Можно ли быть уверенным, что с этой самоделкой ничего не случится от волнов, если недалеко пронесется кадр? Понятно, что в подобных случаях жизнему необходимы определенные знания и умения, а перед эксплуатацией необходимо тщательно конструкцию испытать. Это пример с очень всем знакомой ситуацией. Казалось бы, что все просто издетельная проблема. Но разве вы в своей жизни не видели обрыв мерилки последующей факторной полоскания белья? Не были ли вы сами в этом виноваты? Этот случай мог бы стать забавным, если сидящая парочка не обратила внимания на то, как закреплена цепь? Сама цепь, конечно, выдержит, а вот если гвоздик или ключок, за который она зацеплена, наверху или внизу, хилый? Человек с высшим образованием, желающий прожить свою жизнь достойно, с интересом ко всему, что его касается, должен иметь некоторое научное представление хотя бы об основных свойствах инструкции. Эти знания должны стать частью его общей культуры. Автор надеется, что высказанное им соображение вами воспринимается положительно. О каких знаниях идет речь? Посмотрим местные ситуации. Это следы цивилизации Древней Греции. Даже руины впечатляют. Но что вы скажете, если услышите мнение современного инженера о том, что греки проявили полное непонимание того, как работает материал? Строили они красиво, но безграмотно. Это понимание без особых усилий может появиться и у вас. Снаружи красиво, а внутри позже мы заглянем в эту конструкцию. Много интересного будет вообще об истории архитектуры. Как ни странно, это тоже собрамотно. Вот примеры другого рода. Можно ли эту конструкцию считать современной? Помню, как выглядели первые аэропланы. А это более чем современная конструкция. Разве не может испугать пассажиров тонкостенность оболочки этого аэробуса? Вот удивительное сооружение Санкт-Петербурга. Внутри не единая пора. Площадь пространства более двух гектаров. Может разместить до 30 тысяч человек. А толщина крыши всего 6 миллиметров. Повторяю, 6 миллиметров. Как это может быть? А как оценить это сооружение? Это только художественная вычурность или есть еще что-то? Подобная ситуация может касаться многих. В каком варианте буксир прочнее? Не многие дадут правильный ответ. Это мемоды. Казалось бы, при чем здесь конструкции? Любая ткань это конструкция. Глубокое проникновение в ее свойства позволили сто лет назад сделать новый шаг в конструировании одежды. Вот удивительный вопрос. Может ли алюминиевая фольга, подобная той, что вы видите на фото, применяться с большим успехом в силовой части конструкции? И последний пример. Его можно увидеть слишком часто на территории дачных строений, да и не только дачных. Можете ли вы определить правильность конструкции калиньки и ворот? Вспомните, сколько нам встречается перекошенных, опирающихся на земле тихотворения рук человеческих. Обладев основой метеории и конструкции, вы с удивлением обнаружите, как много интересного и удивительного есть в окружающем нас рукотворном мире. Одновременно даже увидите, как много не очень грамотных решений нас окружает. Хасан Джан, прошу включите видео. Итак, в курсе сопротивления материалов, роль и цель его задачи, какие же задачи стоят перед курсом сопротивления материала и как мы с вами его должны как бы решать. для того, Продолжение следует... 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 Например, вы забрались в автобус, 40-й автобус, который ходит около нашего института, обеденный перерыв, или же какое-то время, когда очень много народу. Вы зашли в автобус, и там много народа. На вас давят со всех сторон, вы включаете свое внутреннее усилие, чтобы расправиться, и всем остается потихнуть. Если вы это сделаете очень сильно, то все на вас обидятся. А если вы это сделаете в мягкой форме, то вы все поместитесь, и связь между внешним воздействием и внутренним усилием будет как бы в равновесии. Тем самым мы с вами обеспечиваем прочность. Как мы вначале показывали, что мы все являемся конструкциями. Теперь вот второе понятие. Жесткость. Не иметь деформации. То есть каких деформаций? Больше, максимально допустим. То есть это связано с конструкциями, когда мы с вами имеем прогибы выше, чем полагаются на самом деле. Это при прохождении через речку, или давайте через корык, достаточно большой, если вы установите доску, пройдете по нему, подойдете к середине, и у вас появится элемент. Элемент не потерял прочность, но он не имеет высокую жесткость. Ну и последний случай – это не иметь изменения своей формы. Понятно, что прочность важна для любых конструкций. Это свойство изучается для прочности. Другая стадия более сложная. Некоторым образом оно связано с прочностью. И по этой причине для многих мало отличной от прочности. Для многих конструкций понятия устойчивости отсутствуют. В эволюционной же технике оно очень важно. Знание ответа на этот вопрос составляет главную содержательную часть механики конструкции. Очередно, что многие, опираясь на здравый смысл о своем личном духе, сами могли бы перечислить эти же параметры. Какие? Материал, размеры, форма, работы, нагружение, ну и разные другие. Материал, но имеет важное значение. Например, если это фермерная конструкция, то она может поднимать определенную величину нагрузки. Если это металлическая конструкция или железобетонная конструкция, она поднимает по много раз более, наверное, чем она. Ну и, конечно, имеет размеры важное значение. Какие размеры мы с вами видим? Вот мир. Он трехмерный. Здесь длина, здесь ширина, здесь высота. Вот высота. Итак, из этих размеров, различных вариантов, возникают различные элементы. Вот, например, если один размер, много больше двух, то это будет брус. А если два размера большие, то это будет плита, больше, чем третья. А если все три размера большие, то это будет массив. Теперь форма. Очень важно мы с вами, если едем на базар, мы видим кругляк. Мы видим обрезную доску, прямоугольную, квадратный брус. Если мы поедем на металлобазар, то мы узнаем, есть колодок, есть швеллер, есть двутавр, есть сечения коробчатые трубы круглого корречного сечения или же прямоугольные, легкие квадратные брус. Условия работы. Это вот, если вы обратите внимание, то у нас в Алмалыке есть. Там химические элементы, и они находятся в стиху. В стиху химические элементы разъедает бетон, может добраться до арматуры. Поэтому условия работы, приходов, разные. Например, вид нагружения. Вид нагружения. Мы построили с вами какой-нибудь депо. Депо построили, поставили чашки, на них поставили колонны, на колонны поставили ферму, на ферму поставили плиты. На эти колонны оделись пены, поставили окна. И еще, если колонны имеют ширину, туда поставили мостовой кран. Мостовой кран переносит нагрузку. Вид нагрузки называется постоянный, временный, длительного времени и кратковременный. Например, постоянный. Это технологическая нагрузка, которую вы решили дать конструкции. Кратковременные или временные нагрузки. Это нагрузки снеговые, от дождей, от ветра. Итак, нагрузки длительного времени, они тоже временные. Бывает водохранилище весной, бывает сели, и когда плотина заполняется, она временно нагружается максимально. Ну, длительного времени, в течение трех месяцев, потом эта нагрузка спадает. Итак, вот этим вещам мы дали простое понимание. Ответы будут появляться в следующих проблемах. Это второй, и ответ на него. Как же обеспечить? Надо разработать расчетные схемы проектирования деталей и конструкций. Отсюда название предмета. Сопротивлением материалов называется предмет, изучающий работу элементов, конструкций, сооружений, машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость. Теперь, как же... Теоретически сложилось так, что наука сопротивления материалов возникла и существует в двух частях, которые развиваются параллельно, дополняя друг друга. Значит, существуют задачи. Но надо, чтобы это подтверждалось жизнью. Экспериментальная часть, это у нас вот кафедра, рядом есть лаборатория. Сейчас я занимаюсь тем, чтобы в видеокамеры снимают фильм, как же растягивается элемент и что в нем происходит, когда происходит отрыв, что в нем, какие ситуации в нем возникают. Мы с вами из курса физики знаем, что он состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы из субатомов, из различных частиц. И вместе с собранностью в конструкцию называется решеткой. Эта решетка создает различные материалы в жизни. И эти материалы по-разному сопротивляются внешним воздействиям. Все, что мы нашли по экспериментам, мы с вами подтвердим теоретическими выкладками в этом курсе. Поэтому экспериментальные данные будут подтверждены нашими теоретическими данными. На механические свойства деталей влияет громадность. Прежде всего идеализируется материал. Прежде всего идеализируется материал. Ну вот, дорогие мои. На сегодня я считаю, что у нас с вами, наши с вами полчаса истекли. Весь материал, который я хотел, я дал. Я сейчас остановлю запись. Вот, я прошу вас, если у вас лекция во вторник, вторая пара. Вот, вторая пара. Да, у вас тоже она должна быть второй парой. Прошу вас, чтобы староста вышел на меня. Хорошо? Хорошо. Вот, и нам надо договориться, если группа выходить не будет, это нехорошо. Все я скажу. Ладно, хорошо. Вам понравилась лекция? Да, она понравилась. Хорошо. Я надеюсь, что если эта лекция понравилась, то вы расскажете, что желательно выходить на лекцию, желательно работать. Не надо отказываться. Предмет хороший. Я рад работать с вами. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания.